Здравствуйте, меня зовут Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также теолог по образованию. Ко мне часто обращаются жертвы нарциссического абьюза в полном непонимании, как же так человек может делать какие-то ужасные вещи тем, кто его любит, как это можно всё объяснить. И сегодня я попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что когда вы смотрите на человека, который похож внешне на человека, то даже не представляете, насколько внутренне каждый из нас отличается. Даже то, как устроен мозг, например, психопата или нарцисса. По большей части мозг психопата и нарцисса устроен примерно таким же образом, как у хищника. Когда-нибудь смотрели передачи, посвящённые хищникам? Как они, например, охотятся? Как они поступают с той добычей, которая оказалась слишком много, чем планировалось? Я заметила очень много общего между поведением определённых хищников и поведением людей с нарциссическим расстройством личности. Давайте, например, возьмём барханных котов. Когда барханный кот охотится и добычи оказывается слишком много, то он делает некие нычки. То есть он закапывает в песок добычу, чтобы потом вернуться и ещё покушать. Так вот, когда, например, вы размышляете о том, для чего возвращается нарцисс и почему он оставляет жертву вне определённости, почему он не ставит конечную точку. Так вот, у нарциссов происходит примерно то же самое. Когда он полностью выпьет из вас всю кровь, все ресурсы моральные, энергетические, он идёт на поиски новых жертв. Но о вас оставляет, опять же, как нычку, вдруг пригодитесь. Особенно часто нарциссы возвращаются, когда видят, что жертва восстановилась, когда видят, что у вас снова много свежей крови. Именно для того, чтобы ещё вас покушать. Но ему не мешает в это же время ещё сразу же за несколькими жертвами охотиться. Что касается вот этих всех игр, которые предпринимает нарцисс во время начала отношений, середины, то, что вам кажется чем-то необычным, интересным, то, что вы называете любовью. Мне это всё сегодня напомнило, когда я опять же смотрела передачи про животных, поведение косатки, которая перед тем, как убить свою жертву, любит со своей жертвой поиграть. Ей это доставляет, в принципе, удовольствие. Вот можно просто взять и скушать, да, но косатке скучно кушать жертву пингвинчика. Она начинает перебрасывать её хвостиком, как мячик, туда-сюда, до тех пор, пока пингвин не испустит последнее дыхание. Вот такие игры устраивают, например, косатки. Всякий раз, когда вы пытаетесь как-то с точки зрения человеческого поведения аргументировать то, что делает нарцисс с вами, вы рассуждаете немного не в ту степь, так скажем, да. Потому что нужно понимать, что, что касается нарциссов, сюда нельзя применять человеческие свойства и объяснять его поведение чем-то человеческим. Если у человека изначально отсутствует эмпатия, отсутствует совесть, то получается, что в нём просыпается вот этот вот дикий зверь, у которого только одно желание. Одно желание – догнать жертву, поиграться с ней, утолить свою жажду, утолить свой голод. И если она ещё пригодится в дальнейшем, то закопать её на какое-то время и вернуться, чтобы снова покушать. Искать там какие-то более глубокие смыслы, ну да, можно с точки зрения богословия это ещё как-то объяснить, с точки зрения, что ими управляют бесы, можно об этом поговорить. Но я думаю, что главное, что нам нужно понять, это то, что эти люди не совсем люди. И ждать от них человеческого поведения и человеческого отношения бессмысленно. Надо понять, что они по-другому устроены. И перестать их очеловечивать для себя. Перестать называть это всё любовью, перестать называть это всё вашим близким человеком и прочее, прочее. Когда вы будете трезво смотреть на поведение нарцисса, то тогда вы сможете себя как минимум спасти. Как максимум перестать ждать возвращения этого хищника, потому что он придёт не для того, чтобы строить с вами отношения, а для того, чтобы поиграться и снова покушать вас. И тогда мы будем смотреть не назад, а в будущее. И искать людей, у которых развит неокортекс. Которые вышли из состояния животного мира и стремятся к чему-то более высокому. Стремятся к тому, чтобы их, так скажем, дух руководил их сознанием. А не просто подчиняясь каким-то инстинктам и прочее, прочее. Друзья, берегите себя. Если вам нужна моя личная консультация, мой телефон в описании видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!